Первый городской канал начинает готовиться к масштабной благотворительной акции новогодний арт-маркет «Чудопад». Все собранные средства с мероприятия пойдут на подарки детям из детских домов. С сегодняшнего дня мы запускаем новую рубрику «Чудопад», в рамках которой будем рассказывать о том, в каких подарках нуждаются дети из детских домов. Людмила Жилина здесь и за маму, и за папу, и за воспитателя. Каждого ребенка знают по имени, со всеми поиграет, угостит конфеткой. Если нужно, поможет собрать игрушки или переоденет. В детском доме «Надежда» Людмилу Жилину называют воспитателем от Бога. Здесь она работает уже 34 года. У меня одна трудовая запись в трудовой книжке, как бы не увольнение, я еще нигде не работала, ни в садике, никуда не уходила. Работаю до сих пор здесь. Самая сложная работа – это работа с детьми. Секретов, как понять ребенка, по словам Людмилы Жилиной, нет. Главное – его любить. В детском доме «Надежда» живут маленькие дети от года и старше. Они не знают, что такое дорогие музыкальные игрушки, тем более электронные гаджеты. Больше всего дети ждут Новый год. Верят, что именно в январе мечты сбываются. Мы всегда с ребятами делаем подарки своими руками. Рисуем елочки, вырезаем. Вот с этими ребятками я уже придумала, что будет у нас сюрпризом. Да, мы будем ручками рисовать елочку, ладошками нарисуем. Накануне Нового года эти дети очень ждут подарков. Сегодня малышам не хватает дидактических игрушек, например, как пирамидки, матрешки и вкладыши. Они часто выходят из строя, просто детки еще пока совсем маленькие. В этом году у нас очень много малышей. И, конечно, мы очень нуждаемся в памперсах. Этого нам недостаточно, не хватает. И шуру, какие-то игрушки новогодние, какие-то гирлянды новогодние, то мы бы тоже были очень вам признательны. Кстати, именно вы сможете исполнить желание малышей из детского дома «Надежда». Для этого вам нужно принять участие в большой благотворительной акции от Первого городского канала и галереи прогресса «Новогодний чудопад». Это будет фестиваль продажи работ художников, дизайнеров, мастериц и всех тех, кто умеет создавать сувениры. Главное условие – вся продукция должна быть сделана своими руками. Это относится и к предпринимателям, которые также могут подать заявку до участия в новогоднем чудопаде. В рамках арт-маркета кировщане смогут купить подарки на Новый год для себя и близких. И часть собранных средств будет направлена детям из детских домов. Чудопад пройдет 20 декабря в клубе «Гауди-холл». Юлия Косолапова, Игорь Волосков, информационный канал «Город».